Спасибо большое. Давайте сейчас мы еще с вами попробуем все-таки освоить эту платформу. Насколько я видел там, в пункте участники, если вы на нее нажмете, то у вас снизу справа будет такая замечательная кнопка, как поднять руку. Давайте попробуем как-то с этой штукой поиграться и нажмите кнопочку, кто понял вообще, что она есть, нашел ее. Ага, тут кто-то даже умеет реакциями пользоваться. Ага, отлично, отлично. Все, всем спасибо. Спасибо большое. Что, простите? Вы видите, да, что я поднял руку? Да, да. Так, ну все. Да, спасибо большое. Теперь давайте перейдем к докладу. Собственно, мой доклад называется Collection View Tools. Как мы работаем с UI Collection View? Давайте сначала пару слов о себе. Меня зовут Ковалев Антон. Я работаю в компании Rosberry. Сейчас являюсь руководителем iOS-отдела. iOS-разработка увлекся в далеком-далеком 2009 году, когда 3GS был действительно флагманским устройством и вторым iPhone, который выпустила компания Apple. более-менее, так скажем, окуглился или превратился в адекватного, в более-менее адекватного разработчика я где-то к 2012 году, потому что, опять же, в 2009 учился в институте. Вот, и был студентом прохладной жизни. Вот. А уже в начале 2013 года, в январе, я устроился в компанию Rosberry и работаю там по сей день. Вот. Как вы можете понять, я достаточно много написал мобильных приложений, поучаствовал не в одном десятке проектов и тем более поработал не с одним, даже не с одной сотней, может, даже не с одной тысячей всяких разных списков и тому подобных вещей. Вряд ли вы, конечно, об этом думали, но списки, они прям повсюду. Вот. Давайте сейчас я покажу вам небольшой пример с самыми стандартными приложениями, которые есть на любом iPhone. Это, например, как вы видите, посередине приложение настройки, да, оно, естественно, может каким-то образом скроллиться, в нем много пунктов, вы можете зайти в каждый пункт, что-то посмотреть. И это, в целом, достаточно простое приложение. Также есть такое приложение, как App Store. Там списки выглядят уже немножко посложнее. Они, помимо того, что скролятся вертикально, также могут скролиться горизонтально, содержать в себе какие-то не во всю ширину экрана ячейки. Вот. И, например, приложение погода. Вряд ли вы об этом думали, но это, по сути, тот же самый список или коллекция, которая каким-то образом отображает данные о том, какая погода, собственно, на вашем экране. Вот. Давайте попробуем пойти дальше. Сейчас перейду к структуре своего доклада. И сегодня я расскажу вам о... Хочу рассказать вам о том, что такое вообще Collection U-Tools, что это за инструмент. Но для того, чтобы мне это сделать, я сначала хочу рассказать вам или напомнить, если вы iOS-разработчик. Кстати, iOS-разработчики, поднимите, пожалуйста, руку. Вот мы это уже репетировали, чтобы я понял, что я рассказываю это хоть кому-то, а не просто в экран своего компьютера. Так, ну что-то не видно ваши руки. Все, никого нет? Ну и ладно. Ну ладно. Окей. Тогда продолжу. Собственно, я расскажу вам, как это все работает, как устроены механики работы списков в iOS. Потом я расскажу и даже покажу вам, как это все пишется. Как это пишется стандартным подходом, которым проповедует Apple. Да, и расскажу о его трудностях и о том, как их можно побороть. Потом, собственно, я расскажу вам о том, что такое Collection U-Tools, о его истории, как он появился. Потом расскажу о том, что такое DIF-алгоритмы или сокращенно DIF-ы. Почему они так важны, нужны и как мы ими пользуемся в рамках этого инструмента. Потом такой пункт с кликбейтным названием «Будущее сегодня». Там я расскажу вам о том, как сейчас развивается инструмент и насколько далеко мы продвинулись в том, как можно упростить жизнь при работе с коллекциями. И также затрону тему аналогов нашего инструмента, чтобы вы понимали, что есть еще какие-то дополнительные другие тулзы, которыми можно пользоваться. Что ж, давайте, наверное, начнем. Итак, первый пункт нашей презентации. Ой, простите. Как это работает? Начнем с... Не с коллекции, начнем с чего-то попроще, с таблицы, с табличного представления списка. Это, например, приложение настройки. Да, вы его все видели. У нас есть какая-то вьюшка на экране и внутри нее есть какие-то пункты меню, например. И, соответственно, каждый пункт, который мы видим, по сути является ячейкой. Ячейки могут быть разные. Они могут быть как, например, те, которые нарисованы у меня на первом экране и любые другие. Например, первая в ранних версиях, iOS до шестой, получается. Приложение фото, которое показывало нам... Которое выглядело в целом так же, как и сейчас, когда у вас четыре картинки в ряд и бесконечный список вниз. По сути, было таблицей, внутри которой была одна ячейка с четырьмя изображениями. То есть коллекции не существовало до шестой iOS и люди, так скажем, костылили, как могли. Помимо того, что у нас есть ячейка, нам нужно как-то понимать, как с ней работать. И у каждой ячейки есть свой адрес. Так же, как, например, у любого человека, кроме бомжей, конечно же. Итак, адрес состоит из двух основных пунктов. Это секция и строка в случае таблицы, конечно же. И, например, адресация нашей таблицы может выглядеть вот таким вот образом. У первой ячейки адрес будет 00, у второй — 01 и так далее. Первый 0 — это адрес секции, дальше адреса самой ячейки в этой секции. Вот. Что ж, с этим мы вроде как разобрались. Теперь давайте попробуем понять, а как, собственно, это все работает в коде, как нам, собственно, наши данные представить в каком-то списке. Итак, первое, что нам понадобится, это источник данных или, как он называется, data source. По сути, это какой-то отдельный объект, который будет отвечать на основные вопросы. Здесь, конечно же, я выделил самые основные, есть еще другие, но это самые основные. Сколько всего секций будет в нашей таблице, сколько ячейок будет в каждой секции, и, собственно, нужно будет отдать конкретную ячейку по конкретному адресу. Следующий важный момент — это делегат. Собственно, делегат в таблице отвечает за то, чтобы мы рассказали таблице, а какая будет высота у ячейки, потому что ширина ячейки всегда равна ширине таблицы, и, собственно, обработка каких-то действий, например, нажатие или перетаскивание ячеек и так далее. Давайте сейчас попробуем представить, как, точнее, не представить, а понять, как система, собственно, работает с нашей таблицей. Вот у нас есть абсолютно пустая таблица, и мы решаем, нам нужно как-то отобразить в ней данные. Что нам для этого нужно сделать? Первое, что нам нужно сделать, это зарегистрировать ячейку. Собственно, мы регистрируем ее по какому-то конкретному идентификатору. Потом, после этого, таблица сама создает наши замечательные ячейки и создает их некоторым пулом, ну или, как это еще сказать, какой-то коллекцией. В общем, внутри нее содержится какой-то список этих ячеек. И когда нам необходимо будет отобразить ячейки, мы, собственно, к таблице обращаемся с запросом «Дай нам, пожалуйста, ячейку». Таблица смотрит в свой пул и отдает нам эти ячейки. Соответственно, после того, как все полностью было заполнено, в нашей таблице остается еще какое-то количество ячеек для того, чтобы пользователь мог скролить наш список вверх и вниз без каких-либо подтормаживаний. И после того, как какая-то ячейка побывала на экране и потом с него исчезла, она возвращается обратно в этот пул для того, чтобы ее можно было переиспользовать. Таким образом, для того, чтобы отобразить, скажем, тысячу контактов пользователя, нам понадобится всего лишь 9 или 10 ячеек. Это позволило ускорить списки. Вообще в целом, когда Стив Джобс презентовал первое фонум, первое, что показал людям, это то, что можно пальцем провести по экрану и проскроллиться список. И все были очень удивлены плавности работы и вообще, конечно же, жестом. И это достигается именно за счет переиспользования. Это важный пункт. Почему он важный, я скажу, наверное, чуть позже. Давайте пойдем дальше. С таблицей мы разобрались. Теперь посмотрим на коллекцию. Что такое коллекция и когда она вообще появилась? Коллекция появилась в iOS 6. То есть до этого момента ее не было. Коллекция, в отличие от таблицы, может содержать в себе ячейки абсолютно любого вида, абсолютно любой формы и размера. И также она умеет скроллиться горизонтально. Точнее, даже не то чтобы горизонтально, а в абсолютно любом направлении. Чего не было у таблицы. Таблица всегда скроллилась только вертикально. И, например, если вы до появления коллекции хотели сделать горизонтальный скролл, то вам необходимо было повернуть вашу таблицу на 90 градусов, а все ячейки повернуть в противоположную сторону на 90 градусов для того, чтобы это сделать. В общем, были такие дикие костыли. И, слава богу, это поправили. По сути, коллекция является более абстрактной таблицей. Как работает коллекция? Естественно, как-то изменился подход работы с ней. В плане источника данных ничего не поменялось, все работает точно так же. Здесь я не буду никак останавливаться. Делегат немножко поредел. И теперь занимается, по сути, только обработкой каких-то пользовательских действий. И появилась такая замечательная сущность, как layout. Да, спасибо. Layout, по сути, отвечает за размер элементов, расположение элементов, направление скролла. Можно также зафиксировать направление скролла, либо сделать его абсолютно свободным. И также отвечает за анимации добавления, удаления и перемещения наших замечательных ячеек. Итак, после того, как я все вам это рассказал, вы готовы к демке. Итак, как это пишется вообще? Давайте мы сейчас с вами попробуем разобрать, как написать, как, собственно, отобразить на экране какую-то коллекцию, с помощью стандартного подхода, который нам проповедует замечательная компания Apple. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это нам необходимо добавить, собственно, нашу коллекцию на экран и как-то ее, собственно, там отlayout. Вот. Следующий момент. Для того, чтобы отобразить какие-то данные, нам, собственно, нужны данные. Давайте эти данные здесь запишем. Какие-то, например, пункты меню будут. После того, как мы это сделали, нам нужно, как я уже говорил вам ранее, зарегистрировать нашу ячейку. Вот таким образом мы регистрируем нашу ячейку, говорим, что вот этот класс будет вот по такому идентификатору. После того, как мы это сделали, нам необходимо, собственно, на коллекции сказать, что у нее есть и делегат, и дата-сорс. Вот. Сейчас появятся ошибки. И для того, чтобы нам их исправить, мы быстренько поддержим методы делегата, точнее, сначала дата-сорса. О них сейчас я расскажу. Также поддержим методы делегата и поддержим методы layout. Что ж, давайте остановимся подробнее на методах дата-сорса. Первый вопрос – это количество секций. Одна. Второй вопрос – это количество ячеек в этой секции. Собственно, это количество айтемов меню. Все предельно ясно. Следующий момент – это, собственно, отдать саму ячейку. Как вот вы видите, мы здесь запрашиваем у коллекции ячейку по конкретному идентификатору. Это значит, что в этот момент коллекция либо создаст новую ячейку, либо возьмет уже готовую из пула, который у нее есть. Здесь мы, естественно, кастим, как без этого, и, собственно, отображаем какой-то конкретный текст. В рамках делегата мы просто напишем какой конкретный пункт мы выбрали по тапу. И в размерах мы указываем, что для простоты наша ячейка будет по ширине равняться ширине коллекции, а по высоте будет 44 точки. Давайте сейчас попробуем с вами запустить наше замечательное приложение и убедиться, что наш список отображается и отображается корректно. Какое-то время нам придется подождать запуска. Что ж, да. И, как вы видите, на экране появились пункты, которые мы описали. И по нажатию на каждый пункт мы с вами будем видеть сейчас, простите, мы будем видеть имя конкретного нажатого пункта. Вот. В целом все достаточно просто и все хорошо. Но давайте представим, что в нашей коллекции необходимо добавить еще какой-то дополнительный элемент. Ну, скажем, аватарку пользователя в самом верху списка. Что нам для этого необходимо сделать? Для того, чтобы это как-то выглядело более-менее адекватно, мы сначала все айдишники уберем в константы. Потом, после этого, мы зарегистрируем новую ячейку. Как вы видите, старую ячейку я тоже обновил регистрацию через константу, чтобы это выглядело покрасивше в коде. После этого количество айтемов нам нужно увеличить на единицу, потому что мы, собственно, добавили еще один айтем в самом верху. Также, естественно, нам нужно обновить метод, который будет нам отдавать наши ячейки. На нем остановлюсь подробнее чуть позже. Давайте сначала все заполним. Также, естественно, нам нужно обновить наши размеры. Да, тут тоже стало посложнее. и, например, хотим обновить наши действия. Сейчас мы для этого напишем все, что хотели. Итак, давайте остановимся подробнее на том, что у нас изменилось. Как видите, кода стало значительно больше. У нас появилась регистрация и также регистрация новой ячейки. И также мы с вами видим, что у нас появились замечательные ифы, как мы все их любим. Собственно, в первом ифе мы проверяем, что, если это нулевой, то мы отображаем, собственно, наш имидж, аватарку пользователя. Во всех остальных случаях мы отображаем элементы списка, но вот здесь вот уже адресация идет не прямая, а с минус единицей. Почему? Потому что первый элемент у нас картинка. В случае с действиями все выглядит точно так же с сдвигом на единицу. В случае с размерами, вы видите, мы сделали все чуть попроще, потому что там нам, по сути, не нужно на индекс пас как-то реагировать. Давайте попробуем запустить наше приложение и убедиться, что все работает. Да, как вы видите, все работает. И для того, чтобы продемонстрировать действие, потапаем по нашим замечательным ячейкам. Итак, сейчас вот мы с вами одновременно посмотрели и то, как работает, точнее, как можно написать простой список, как его можно описать в коде. И также отметим трудности стандартного подхода. То есть, когда нам понадобилось всего-навсего добавить одну ячейку, у нас появились здесь ифы, здесь ифы и здесь ифы. Что будет, если нам, например, понадобится добавить еще какой-то вид ячеек? Окей, скажем, мы и добавим еще кучу ифов. Также здесь поплюсуем какие-то элементы, поплюсуем циферки, поминусуем циферки. В общем, будем как-то все это дело плясать, танцевать, и любой малейший сдвиг, любой малейший сдвиг, какое-то изменение заставит нас мучиться. Также, например, если мы захотим вот здесь по тапу открывать какой-то конкретный экран, а это ведь пункты меню, то по-хорошему нам здесь нужно добавить еще один иф на то, чтобы написать, если это первый элемент, если второй элемент, то открыть второй экран, третий и так далее. То есть здесь будет тоже достаточно большая портянка. Вот. И на этой замечательной ноте я хочу вернуться к своему докладу. Собственно, мы разобрали, как это пишется, и мы увидели трудности стандартного подхода в, собственно, большом количестве кода и в количестве ифов в случае каких-то разношерстных ячеек. Вот. И тут, собственно, я хочу начать рассказ о нашем замечательном инструменте Collection U-Tools. В 2015 году к нам в компанию пришел наш бывший сотрудник, который устроился работать в DoubleGIS и рассказал о такой замечательной штуке, как ифлоспрограммирование. Что такое ифлоспрограммирование? Из названия, возможно, вы поняли, что ифлоспрограммирование говорит нам о том, что нам нужно избавляться от ифов, что ифы — это зло, и любое ветвление, оно как бы заранее обрекает вашу программу на какую-то дополнительную сложность и сложную читаемость. Естественно, нужно избавляться не от всех ифов, а от какого-то разумного количества. Для того, чтобы понять, от каких ифов, собственно, нам нужно избавляться, есть четкая достаточная инструкция того, как это все работает. Нам необходимо создать какой-то объект, по сути это будет какой-то протокол, и он будет поддерживать какую-то функцию. Например, вот здесь я описал, размер для конкретного индекс-пасса. Размер ячейки по конкретному индекс-пассу. И подобные записи кода, как вы видите, здесь мы проверяем, что если первая ячейка, то у нас размер такой-то, вторая ячейка такой-то и так далее. Все подобные записи превращаются в однострочный, замечательный, красивый ответ. Просто у конкретного объекта, а дай конкретный сайз для этого адреса. Вот. Исходя из этого, мы подумали, что мы можем попробовать как-то улучшить работу с нашими списками и уменьшить количество так называемого бойлер-плейта, абсолютно одинаковых кусков кода, которые, по сути, просто тащатся из приложения в приложение и делают его сложным. И тут на сцену выходит замечательный collection view с элайтом. Это такой упрощенный протокол, который, по сути, покрывает несколько кейсов. Это размер ячейки, собственно, сама ячейка и какие-то действия, которые эта ячейка может обработать. Так, сейчас у нас демонстрация того, как это может работать. Итак, сейчас я в самом простом варианте покажу вам, как вот этот наш замечательный код может преобразоваться в работу с слайдами. Пока что в самом простом виде. Итак, для того, чтобы нам с ними поработать, нам необходимо сначала добавить переменную, которая будет содержать эти слайдами в себе. Потом мы с вами сделаем замечательный фабричный метод, который будет нам перегонять наши слайдами, точнее наши айтемы меню и нашу аватарку в слайдами. Потом мы обновим метод регистрации. Здесь также мы сначала создаем эти слайдами и после этого регистрируем их все. Как вы видите, нам уже не нужно регистрировать каждый отдельный вид. Нам, по сути, нужно будет только прорегистрировать, вызвать цикл. И также давайте я вот это вот все сейчас выделю. И обновим наши методы. Итак, давайте посмотрим, как обновились наши методы. Как я и говорил, теперь никаких плюс один или плюс два или плюс сто нам делать не надо, потому что все элементы, все айтемы уже, собственно, у нас записаны. Также, когда мы запрашиваем какую-то ячейку, мы обращаемся к конкретному методу и забираем только ее. В случае с какими-то действиями мы точно так же передаем это действие непосредственно в айтем. и неважно, какой он у нас, это имидж или это меню айтем, в любом случае он обрабатывается внутри. И то же самое происходит с размерами. Для того, чтобы вы увидели то, как это все выглядит, давайте я вам перейду в, собственно, в протокол. Это протокол простого слайдема. Сейчас он выглядит, естественно, не так. Это был вот плюс-минус тот самый первый вид, который мы придумали. И также я продемонстрирую вам конкретные слайдемы. Они у меня, естественно, уже заготовлены, я их уже написал заранее. Так выглядит слайдем для нашего пункта меню. Собственно, он инициализируется с каким-то тайтлом. В ячейке, естественно, мы запрашиваем саму ячейку, выставляем ей текст точно так же, как и раньше. В действии по тапу мы печатаем наш тайтл и отдаем размер. Точно так же с аватаркой. Она даже вышла попроще, потому что мы здесь не выставляем никакую аватарку, просто выставляем цвет. Но в целом это выглядит точно так же. Нам единственное, что необходимо было, поддержать какие-то методы. И давайте попробуем запустить наш экзампл для того, чтобы вы увидели, что тот код, который мы написали, и то, как упростилось написание нашего меню, все работает. Работает так же, как было до этого, но, как вы могли, наверное, понять, выглядит это все в коде значительно проще. Уже у нас ушли все ифы, то есть мы обращаемся к конкретным элементам, и единственное, что, по сути, от нас требуется, это создать эти слайды, мы как-то их зарегистрировать и наслаждаться жизнью. Вот. Давайте вернемся к докладу. Но когда мы это все создали, мы поработали с этим какое-то количество времени, где-то, если не ошибаюсь, около полугода, мы поняли, что можно пойти дальше, можно как-то еще уменьшить количество написанного кода, потому что мы поняли, что вот это вот, вот эти вот, да, типа, вот такие вот, отдай ячейку, вызови действия и так далее, они в целом абсолютно одинаковые и повторяются из проекта в проект. Мы подумали, что это как-то можно улучшить. И да, действительно, это можно улучшить. Первое, что мы сделали, мы добавили протокол для секций. Теперь у нас появилась возможность работать с секциями, с разными секциями. Соответственно, в каждой секции содержится только массив самих слайдемов и настройки для отображения. Это там отступы, ну и всякая такая лабуда. В общем, ничего суперсложного там нет. Вот. И у нас появился замечательный Collection View Manager. Я знаю, что слово менеджер не очень хорошо использовать в программировании, потому что оно слишком абстрактное, но что поделать, в 2015 год мы писали как могли. С тех пор мы, естественно, решили не менять его название, дабы сохранить историю, ну и обратная совместимость. Что ж, за что отвечал Collection View Manager? По сути, он делал следующее. Он вот эти вот все замечательные данные, точнее, ну вот все, что требуется для отображения коллекции, вот я выписал это здесь. Слева это делегат, источник данных, layout, размеры, все-все-все-все-все-все, он полностью прятал в себя. И единственное, что он требовал на вход, это коллекцию, которую он, собственно, собирается менеджерить, и массив секций, то есть точнее, section-items, которые описывают секции, да, в каждой секции содержатся какие-то салайтомы и так далее. Вот. Сейчас я вам продемонстрирую, как все стало выглядеть после того, как мы это все улучшили. Итак, первое, что необходимо сделать, это полностью удалить вот этот код, вместо него добавить фабрику, про нее я скажу чуть попозже, и, собственно, сам collection-item manager. Конечно же, простите, я забыл, я забыл заимпортировать наш инструмент. После этого нам необходимо также убрать вот этот кусок, и нам необходимо сделать вот так, собственно, настроить сам collection-item manager. Также мы можем смело теперь убирать вот эту лабуду и вот это все. Итак, давайте для начала запустим наш пример и убедимся, что список отображается точно так же, как и раньше. Действительно, отображается так же, как и раньше, и даже работает, и даже отображает все, что мы хотели. И давайте теперь вернемся к разбору того, что, собственно, у нас написано. Итак, первое, что мы сделали, мы создали специальную фабрику, которая, как вы видите, вот здесь на 30-й строчке, просто отдает нам количество, точнее, не количество, а все section-item. И, собственно, сам collection-item manager, который работает с конкретной коллекцией. Все, больше ничего делать не надо, никаких методов делегатов, никаких дата-сорсов, ничего. Максимально маленький пустой экран. Что такое фабрика? Давайте перейдем в эту фабрику, и я покажу вам, что она делает. Так, здесь, конечно, я уже пошел чуть дальше. Ну что ж, давайте, собственно, посмотрим на фабрику. Да, здесь я немножко поехали мы дальше. Собственно, вернемся назад. Простите за такую заминку. Собственно, фабрика переносит тот метод, который у нас был здесь, и, по сути, точно так же пробегается по пунктам меню и создает все эти замечательные пункты меню. Вот. Как вы видите, все стало значительно проще. Давайте вернемся дальше к докладу. Как вы можете понять, с таким менеджером мы работали достаточно долго, и у нас возникали какие-то ситуации. В частности, например, если пользователь решил поскролить вверх, и случался пейджинг, да, как вы видите, у нас появляется лодинг, а потом нам необходимо вставить какие-то дополнительные элементы для того, чтобы продолжить работу со списком, который у него есть, у пользователя. Или, например, удалить какие-то ячейки, например, вот весь вот этот горизонтальный список, да, или, что еще сложнее, удалить какую-то конкретную ячейку в этом горизонтальном списке, нам необходимо было совершать какие-то действия. И Collection View Manager в целом умеет также работать с обновлениями ячеек, обновлениями списков. Что ж, спасибо. Для того, чтобы это вам продемонстрировать, я сейчас переключусь на проект непосредственно самого Collection View Tools. У него есть экзампл, сейчас мы его соберем еще раз, и я вам продемонстрирую, как это работает. Вот. Collection View Tools умеет, например, добавлять ячейки в начало, да, или, например, добавлять их в конец. Сейчас я буду сбрасывать. Также он, естественно, может вставить ячейки куда-то в центр. Вот, как видите, они здесь поменялись. Также он может вставлять секции, удалять секции и так далее. То есть он умеет достаточно много действий. Но как это все выглядит в коде? В коде это выглядит следующим образом. Сейчас я вам покажу. Вот. Для того, чтобы, например, нам воткнуть ячейки куда-то в середину секции, нам необходимо найти все адреса этих секций, какой-то начальный адрес. Потом нам, собственно, необходимо создать все индекс-пассы, посмотреть все индексы, поработать с адресами и только потом вставить конкретные ссылайты в какой-то конкретный секшен-айтем, по каким-то конкретным индексам. Это достаточно больно. Проработав с подобной схемой несколько лет, мы с ребятами поняли, что мы можем пойти дальше. Мы можем каким-то образом улучшить эту штуку. И тут на сцену выходит первый аналог нашего инструмента IG ListKit, который появился… Слушайте, первый коммит я смотрел был в 2016 году, но с учетом того, что это Инстаграм, естественно, он набрал популярность вот так, на раз-два. Вот. И чем отличался IG ListKit тогда от нашего инструмента? Так это тем, что в него были встроены дифф-алгоритмы. Что такое дифф-алгоритмы? Давайте вернемся к докладу, и я вам, собственно, расскажу и про них. Итак, для того, чтобы понять, что такое диффы, нам необходимо представить, что у нас есть два списка. Классическая ситуация, есть два списка. И первый список и второй. Как вы видите, они отличаются друг от друга. И причем второй список – это, собственно, обновленный первый. Итак, для того, чтобы нам каким-то образом приблизиться ко второму списку, ко второму виду, к обновленному, нам необходимо совершить следующие операции. Нам необходимо удалить с вами элементы 2, 4 и 6, добавить элементы 8, 9, 10, 11, а элементы 5 и 7 подвигать, поменять местами. Вот. И для того, чтобы совершить подобную операцию с тем инструментом Collection U-Tools, который у нас был до этого, нам приходилось делать, естественно, огромное количество действий. Это какие-то инсерты, какие-то удаления, какие-то просто передвижения. И для всего этого нужно было вычислять индексы. И все это было действительно сложно. Вот. Но дифф алгоритмы позволяют нам как раз-таки сделать так, чтобы был у нас первый список, потом мы создали второй список, и дифф алгоритм собственно проверяет между ними разницу и говорит, какие операции необходимо сделать для того, чтобы из первого списка получить второй. То есть вот это вот все вычисление с индексами и все вот эти вот хитросплетения вычислений дифф алгоритм берет на себя. Вот. И, собственно, после того, как мы воткнули эти дифф алгоритмы в наш инструмент, все стало значительно проще. Для того, чтобы обновить список, причем анимационно, не просто с релу отдатой, а как-то красиво, аккуратно, единственное, что нам необходимо было сделать, это просто передать в наш collection new manager новые section items. То есть теперь любое обновление списка выглядит так, что нам нужно просто создать новый список. Мы создаем новый список и заменяем текущий. При этом collection new manager делает все достаточно аккуратно. Давайте я вам продемонстрирую, как это все работает. У нас есть, естественно, второй экзампл с преферансами и поэтессами, а точнее с диффами. Он выглядит чуть поумнее. И, как видите, мы можем здесь добавить ячейку. Мы можем, например, пошафлить. Как видите, анимации происходят, например, 12-й только что оставался на месте. Какие-то элементы могут оставаться на месте, потому что они так никуда и не меняются, а другие элементы при этом каким-то образом двигаются. Также мы можем шафлить секции, шафлить секции с какими-то апдейтами и так далее. То есть здесь происходит много всяких анимаций. И, как видите, все это работает достаточно быстро, красиво и аккуратно. Вот. В качестве диффов мы используем алгоритм deep-diff, который написан на свифте, и в целом достаточно быстро справляется со своей задачей. Вот. Но с учетом того, что мы не знали, какой алгоритм использовать, для начала мы написали специальный механизм, при помощи которого можно получить любой дифф. То есть если вдруг вам по какой-то причине нужен дифф от ig-list-кита или еще какой-то, или нативный, то вы без проблем можете это поддержать в нашем инструменте. Так. Вот. И с диффами стало работать намного проще. Вот. Теперь поехали дальше. Демку мы посмотрели. И кликбейт поехал. Будущее сегодня. После того, как мы поработали в таком режиме с диффами, у нас возникла идея, точнее не идея, а понимание того, что в каждом приложении мы создаем огромное количество салайтомов. То есть для каждой ячейки, по сути, для каждого вида ячейки у нас, по сути, был свой конкретный салайтом. И папка салайтомов разрасталась до каких-то невероятных размеров. Причем, естественно, мы как-то это все структурировали в каждом модуле какие-то свои салайтомы, были какие-то общие. Но их количество в проекте было просто колоссальное, огромное. И, как вы видели, они в целом достаточно похожи все друг на друга и выглядят очень одинаково, за исключением каких-то конкретных методов. Вот. И тут у нас возникла идея того, что мы можем сделать какой-то универсальный салайтом. И для того, чтобы понять, чем, собственно, у нас отличаются друг от друга салайтомы, давайте попробуем это сделать. Собственно, первое, чем они отличаются, это ячейка и конфигурация этой ячейки, то есть конкретным классом ячейки и того, как мы отображаем данные на экране. Также они, по сути, друг от друга отличаются функцией размера, как я уже показывал, в каком-то случае это, например, 44 точки в высоту, в каком-то 128, ну и так далее. И они отличаются какими-то действиями, абсолютно конкретными, которые мы с вами можем совершать с этой ячейкой. Так. И, собственно, после того, как мы решили это все дело провернуть, у одного из наших ребят возникла идея того, что помимо самого универсального салайтома можно создать еще так называемые универсальные фабрики, которые, по сути, берут на себя boilerplate, всю вот эту рутинную работу по настройке самих универсальных салайтомов. Сейчас я вам продемонстрирую эти универсальные салайтомы. Так, давайте сейчас. Да. Вот. Универсальный салайтом, по сути, выглядит, является, собственно, наследником протокола салайтомов. И выглядит очень просто. У него есть какие-то основные моменты, reuse type, там, diffidentifier и так далее. И основные блоки. Это блок конфигурации, это блок размера, блок сравнения и так далее. Все остальное он, собственно, делает как-то сам внутри себя. И для того, чтобы каждый раз это не настраивать, у нас появилась концепция вот этих замечательных универсальных фабрик, которые, как видите, на вход принимают все эти хендлеры и сами выставляют их салайтомы. Вот. Для того, чтобы понять, как нам с этим работать и как мы вообще работаем с этими салайтомами, что конкретно они улучшили, предлагаю пройти в наш замечательный экзампл. В ViewController мы ничего с вами менять не будем. И сейчас обратим внимание на саму фабрику. Сама фабрика у нас унаследована от какой-то базовой фабрики. К ней я сейчас вернусь чуть попозже. И, как видите, сейчас все салайтомы делаются следующим образом. Есть какая-то фабрика, и из нее просто забираются какие-то салайтомы. Вот как здесь, например. Как это все работает? Перейдем в базовую фабрику и посмотрим. В базовой фабрике у нас появилось две, так скажем, подфабрики. Одна из них работает с пунктами меню, вторая работает с аватарками. И, как видите, здесь мы выставляем просто configuration хендлеры для ячейки, размеры и, собственно, действия. Здесь делаем то же самое. Вот. Собственно, теперь, если мы запустим наш проект, то он, естественно, будет работать, потому что мы это уже видели. И вот эти вот замечательные салайтомы, которые у нас есть, они нам больше в целом не нужны вообще. Мы можем их полностью удалить, мы можем их вообще не создавать. Единственное, что нам необходимо сделать, это просто создать ячейки. Вот они у нас тут есть. Очень простые ячейки, ничего в них сложного нет. И вот эти вот все файлы, по сути, можно удалить. Вот. С таким подходом у нас уменьшилось количество вот этих вот салайтомов, которые мы создаем, и они перешли больше в такой декларативный поход. Мы сейчас, естественно, развиваем эти фабрики. У них есть сейчас уже pull request на то, чтобы добавить возможность поддержки объектов и сравнения по объектам, улучшенное сравнение по дифам и так далее. Вот. Теперь расскажу немножко об аналогах. Из аналогов, которые вообще как-то были хоть как-то на слуху с того времени, как мы занимаемся этим проектом, это IG List Kit от Инстаграма и некий Table Kit от Avita. Чем отличается IG List Kit от нашего инструмента? IG List Kit также работает с коллекцией. Он написан на Objective-C, что как бы в целом совершенно неплохо, потому что там настроен грамотный тороп, но в любом случае это Objective. И если вы как-то хотите помочь ребятам его развивать, то вам нужно будет выучить дополнительный язык. Вот. Также он отличается тем, что он работает с некоторыми секшн-контроллерами, в которых нужно, собственно, также поддерживать какие-то методы. Я имею в виду каждый раз писать эти методы по настройке ячеек и всего остального. И в каждой секции может быть только один вид ячеек. В случае с нашим инструментом таких ограничений нет. В одной секции может быть любое количество любых самых разных видов ячеек. Вот. Также есть инструмент TableKit от Avita. Как видите, он называется TableKit, потому что он работает только с таблицей. Он в целом использует похожую механику с созданием, тоже какие-то билдеры и тому подобные вещи, но вот таким вот образом, как у нас это все убрано, он не делает. Ну и работает только с таблицей. Наш же инструмент написан на Swift. Изначально он был написан на Objective, потому что, напоминаю, 15-й год, да? Достаточно давно. Потом наши ребята, в частности, вот Артем, занимались тем, чтобы переписать этот инструмент на Swift и подарить ему будущее. Вот. Сейчас в компании с этим инструментом поработал, наверное, каждый, кто-то как-то его улучшил, и он стал таким, какой есть. Итого, с чем сегодня вы познакомились или что-то вспомнили. Вы узнали, или вспомнили, опять же, механику работы списков, как они работают в стандартном подходе, какие там есть тонкости во всем этом деле. Вы услышали про ifless-программирование и узнали о том, как простая идея убирания if-ов из методов, которые повторяются из проекта в проект, из контроллера в контроллер, собственно, может перерасти в какой-то инструмент, который сейчас облегчает жизнь как минимум одной компании. Вот. И, собственно, о самом CollectionVueTools, о том, в каком он сейчас находится состоянии, как легко теперь нам работать с дифами, с фабриками и, по сути, очень-очень декларативно описывать любые списки абсолютно любой сложности. У меня все. Здесь я оставил свой контакт, ссылку на, собственно, инструмент CollectionVueTools и ссылку на нашу компанию. У меня все. Буду рад ответить на все возникшие у вас вопросы. Вопросы? У меня есть вопросы. Да, это было ожидаемо. Засланный казачок. Не, на самом деле вопросы такие ты не будешь ожидать, я надеюсь. Было три, осталось только два. Вот ты рассказывал про развитие CollectionVueTools. Да. Что вы нового туда добавляли. Вот после фабрик, что вы еще планируете добавлять, чего не хватает, возможно, что-то критичное или, наоборот, вы там по-новому это переосмыслите и что-то прям совсем новое появится. Что в ближайшее время такого интересного будет? Из ближайших апдейтов это еще более улучшить универсальность, так скажем, наших слайдемов, то есть те самые универсальные слайдемы, про которые я рассказывал, сделать их еще более универсальными. Как бы казалось бы, куда дальше, но я подумал о том, что мы каждый раз используем ячейку, да, и в эту ячейку по сути мы кладем какую-то вьюшку, и эта вьюшка может отображаться, собственно, как в ячейке, так, например, и на просто где-то на другом экране. И поэтому я подумал о том, что можно упростить создание списков до того, что даже не нужно будет создавать отдельные ячейки, нужно будет, по сути, просто вьюху подсовывать в эту универсальную фабрику и потом позже настраивать уже именно вьюху, даже не саму ячейку. Вот, это, наверное, следующий шаг, следующая итерация того, к чему мы придем и насколько это еще упростит работу со списками. Окей, спасибо. И еще вопрос тоже про будущее. Сейчас SwiftUI набирает обороты, каждый год все пытается набрать, но вроде бы набирает. Я на самом деле, сам, честно говоря, не знаю, как там в последних версиях с коллекциями, со списками. Вот, планируется ли в каком-то виде Collection View Tools туда адаптироваться? Нужно ли это вообще там SwiftUI? И когда вы уже Collection View Tools задепликейтите, полностью на SwiftUI перейдете, если есть в этом необходимость. Все же там, типа, последние две версии, 13 и 14, да, можно поддерживать, две последних мажорных. Да, да, да. Там SwiftUI уже есть. Немножко про это скажи. Да, собственно, SwiftUI сейчас в целом достаточно, так скажем, перспективная ветка развития написания UI, но у него есть ограничения. К сожалению, в SwiftUI вообще никак не поддерживаются списки ни в первой версии, которая вышла в 13 оси, ни во второй, которая вышла в 14 оси. Там, по сути, можно только делать списки на основе повторяющихся элементов, ну, либо Stack View. Вот. И это, естественно, неудобно и непроизводительно. Вот. Поэтому до тех пор, пока в SwiftUI не появятся коллекции, Collection View Tools будет жив, будет как-то развиваться, вот, и будет очень конкурентно способен. Вот. Как только в SwiftUI появятся коллекции, мы, естественно, посмотрим, как они там реализованы, каким образом мы можем это все использовать, интегрировать. Ну, и пока, к сожалению, я ничего конкретного сказать не могу, потому что, ну, просто банально нету каких-то входных данных. Но, естественно, мы каким-то образом будем его поддерживать. Вот. Если вдруг по какой-то причине SwiftUI станет намного удобнее, чем тот инструмент, который у нас есть, мы, безусловно, его забросим к чертям собачьим и будем использовать то, что намного удобнее. Ведь основная задача этого инструмента — упростить нашу жизнь. Надеюсь, я ответил на твои вопросы. Да, да, спасибо. Спасибо за доклад. Было приятно вспомнить. Под маской не видно слезу. А у меня такой вопрос. То есть вот для меня вот эта вот штука выглядит как, ну, то есть мы берем какую-то вещь, ее обвешиваем, ну, как бы такой богатой объектной модели у нас получается вместо какой-то примитивной модели более богатая, вревовидная. И это мне сильно напоминает дом в HTML. И вот эти GIF-алгоритмы — это что-то сильно очень реактообразное. Вам так не кажется? Ну, смотрите, в целом я услышал вас. Я не могу согласиться с тем, что это реактообразное. GIF-алгоритмы действительно упрощают жизнь и позволяют нам как-то сократить количество операций и вычислений. Вот. Но при этом они же используются точно так же в, например, GIF. То есть когда вы в GIF смотрите разницу между файлом на pull request, там же точно так же это все работает за счет DIF. Вот. И вы же не считаете это чем-то реактивным. Вот. А то, что это похоже на дом-модель, ну да, действительно, это становится похоже на дом-модель. И наша задача как раз-таки контролировать, чтобы мы не скатились к какому-то HTML, к тому, чтобы это стало гиперсложно, а сделать это все-таки нативным инструментом, который будет просто облегчать нашу жизнь. Спасибо. О, еще вопрос такой. Там в GIF есть такая небольшая сложность, когда несколько объектов перемещены. Вот. Это может ошибочно трактоваться как удаление и добавление. То есть мы перемещаем какой-то объект, да, а это может трактоваться как в GIF. Почему я вспомнил. То есть мы, в общем, переименовали файл, а он у нас вместо переименования оказался удаленным и добавленным. Так эта проблема обходится вашим инструментом. Отличный вопрос. Спасибо большое. В целом, единственное, что может повлиять подобная ситуация, это на анимации внутри самой коллекции. И да, они действительно иногда из коробки работают немножко странно, то есть не так, как ожидается, что-то куда-то улетает и так далее. Но за все эти вещи, как я уже говорил в самом начале, отвечает такая сущность, как layout. И если вдруг по какой-то причине GIF ведет себя странным образом и заставляет ячейки двигаться как-то не так, как нам необходимо, мы можем разрешить эту проблему с помощью layout. Там мы можем адекватно настроить то, как будут удаляться ячейки, как они будут добавляться. И, собственно, проблема потеряет актуальность. Круто. Спасибо. Пожалуйста. Так, я видел еще один вопрос в чате. Сейчас я его прочитаю и на него отвечу. Привет. А если нужно менять размер ячейки по содержимому, как с вашим подходом вы вычисляете размер ячейки? Замечательный вопрос. Спасибо большое за то, что его задали. Собственно, как мы с этим работаем? Для того, чтобы ячейка могла, собственно, как это сказать, стать размером со свое содержимое, мы используем метод size that fits. Он есть у каждой вьюхи. Сейчас еще небольшая оговорка. Мы весь layout пишем в коде и весь UI мы тоже пишем в коде. Да, это может быть немножко удивительно. Мы не используем никакие интерфейс билдеры, ксибы и сториборды. Все пишем в коде, потому что это проще при поддержке и при переиспользовании. У нас есть куча дополнительных инструментов, про которые, кстати, я могу тоже рассказать, которые нам упрощают работу с UI в коде. Так вот, у каждой вьюхи есть метод size that fits, который, по сути, может отдать размер ячейки, простите, не ячейки, а размер вьюхи в зависимости от ее содержимого. Там, собственно, необходимо описать, как это будет рассчитываться. Например, если у вас там какой-то лейбл или текст, вам нужно просто посчитать, что текст, который умещен в какую-то конкретную границу, например, по высоте мы говорим, что вот как текст отlayoutится вот в такую ширину. Оп, система нам это посчитала, мы это как-то отдали и, собственно, отобразили. Вот, как это делается у нас? Для того, чтобы работать с подобными вещами в коллекции, нужно также понимать, что размеры всех ячеек запрашиваются до того, как коллекция отображает сами элементы. Поэтому мы не можем просто взять и у текущей ячейки спросить, а как ты будешь выглядеть вот, собственно, вот в этих условиях с этими данными. Как же мы это обходим? У нас есть специальная ячейка, которую, собственно, можно как-то создать. В случае с универсальными фабриками она находится в фабрике. Это ячейка того самого класса, который, собственно, мы используем. И у этой ячейки каждый раз при вычислении размера, собственно, сетятся все данные и спрашивается, какой будет у тебя размер с этими данными. Вот. И, собственно, отвечая на ваш вопрос, у нас есть специальная ячейка, которая невидима на экране, ее никак, она нигде не отображается. В нее, собственно, запихиваются все необходимые данные. Просим эту ячейку, собственно, засайзиться и забираем у нее ее сайз и отдаем коллекции. Так, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, потому что возник второй вопрос, на него я тоже могу ответить. Да. Какой инструмент вы используете для верстки, чтобы таблицы не подтормаживались? Да, замечательный вопрос. Как вам всем известно, сейчас в до SwiftUI, собственно, Apple продвигала систему автолейаутов, которая построена на констрейнтах и на достаточно сложных вычислениях. И эти констрейнты в коллекциях достаточно сильно подлагивали. Причем это было прям значительно видно, то есть ты просто скролишь коллекцию, а у тебя она так немножко дерганно едет. Для того, чтобы от этого избавиться, мы просто не используем автолейауты. Мы верстаем все с помощью фреймов, руками. Но у нас есть инструмент, который называется Framezilla. Он тоже написан одним из наших замечательных разработчиков, который уже ушел в другую компанию. И этот инструмент выглядит достаточно похожим образом, как, точнее, похож очень на автолейауты, но достаточно строго относится к последовательности того, как мы располагаем элементы на экране. В общем, если коротко, то этот инструмент называется Framezilla. Он также есть в открытом доступе, вы можете его посмотреть. Если вдруг вам интересна его история и как, собственно, мы с ним работаем, я тоже могу сделать отдельный доклад на эту тему. Продолжение следует...